Здравствуйте! Мы продолжаем читать сказки народов Востока. Сегодня мы продолжаем и читаем третью часть древнеиндийского эпоса Ромаина. Итак, начнем. Словно сверкающее облако неслась по небу колесница, влекомая зелеными конями. Безмолвный возница управлял ею, а позади стоял, выпрямившись во весь рост, двадцатирукий Равана. Он стоял, выставив вперед одну ногу, а на колени его лежала без чувств прекрасная сита. Но вот ветер, отбросив назад ее волосы, остудил щеки. Сита открыла глаза, увидела над собой десять лиц ужасного Ракшаса и снова лишилась чувств. Когда она второй раз пришла в себя, колесница мчалась уже над южной Индией. Внизу зеленели вершины прибрежных гор. О, Рама, горестно подумала сита, как мне послать тебе весточку? Как помочь в трудных поисках, на которые ты пустишься? Незаметно для Ракшаса стала отрывать от своего желтого платья лоскут. На их пути показалась большая гора, покрытая лесом. На вершине ее стояли, как показалось в первосите, несколько человек. Гора приблизилась, и царевна поняла, что ошиблась. На вершине стояли не люди, а большие обезьяны. При виде сверкающей колесницы, которая с громом катилась по небу, они с достоинством, не торопясь, отступили в тень деревьев. Какие странные существа, подумала сита. Это непростые звери. Что, если в своих странствиях Рама дойдет до этой горы? Может быть, обезьяны помогут ему? И она сперва спрятала лоскут в кулак, а потом, свесив руку за борт колесницы, разжала пальцы. Как желтая птица, вспыхнув в небе, закружился, стал снижаться оторванный кусок шелка и упал на вершину горы. Едва колесница промчалась, обезьяны снова вышли из-под деревьев, окружили лоскут и стали его рассматривать. Существа, которые так удивили ситу, действительно были непростыми обезьянами. В те далекие времена на самом юге Индии проживало могучее племя совершенно особенных обезьян, которые мало чем уступали людям. Правил этим племенем обезьяний царь Сугрива, и ему подчинялись все звери, кроме хищных тигров и могучих добрых слонов. Однако и обезьяне царства, как всякое царство, посещали раздоры. У Сугривы был злой и завистливый брат Валин. Однажды, улучив момент, когда Сугрива со своими придворными покинул столицу, он перебил его слуг и захватил власть. Царь обезьян и те из придворных, кто остался им уверен, удалились в глушь леса и стали там жить. Опорой Сугривы, его советником и помощником в эти тяжелые дни стал Хануман, обезьяна, происхождение которой было овеяно легендами. И вот теперь, когда обезьяны, стоя на вершине горы, рассматривали кусок желтой материи, Хануман сказал, я думаю, что его бросила нам непростая женщина. И бросила не случайно. Во-первых, такие шелка носят только во дворцах. Во-вторых, она не бросила бы его, если бы не была в большой беде. Значит, это знак. Да, сказал Сугрива, ты прав. И еще мне кажется, что это знак приближения перемен, которых мы так давно ждем. Между тем, колесница Раваны достигла Ланки. Зеленые кони сделали круг над городом и опустились перед дворцом. Его золотые крыши горели на солнце, стены были украшены с тягами. Играла музыка. Колесница остановилась. Равана поручил Ситу служанкам, безобразным Ракшисе. А вечером, приняв облик прекрасного воина, пришел в отведенные ей покои. Выслушай меня, Сита, сказал он. Однажды, я делаю это часто, в одежде простого смертного я бродил среди людей, по улицам твоего родного города. Около дворцовой стены играла с подругами девушка. Ее красота поразила меня. Это была ты. И я дал себе слово, что ты станешь моей женой. Теперь ты здесь, в моем доме. Слышишь, гремят ножи и бубны. Это повара готовят праздничный обед, а музыканты разучивают танцы твоей родины. Они будут играть до утра. Служанки ждут твоих приказаний. В сундуках, которые открыли они, одежды и драгоценности, о которых еще не мечтала ни одна женщина. Торопись надеть их. Но Сита, опустив голову, ответила. Что значит драгоценности и сотни слуг по сравнению с любовью и долгом? Напрасны твои приготовления, Равана. Я супруга Рамы. И никто не заменит мне его. Ты говоришь, что часто бываешь среди людей? Разве ты не знаешь, что хорошая жена всегда остается верной? Или ты никогда не слышал рассказа о Савитре, которая до конца следовала за своим мужем? И она рассказала такую историю. Молодая и прекрасная Савитре встретила в глухом лесу юношу по имени Сатьяван и полюбила его. Они решили стать мужем и женой. Но мудрые отшельники, жившие в том же лесу, открыли Савитре страшную тайну. Этот юноша через год умрет, сказали они. Стоит ли тебе такой юный и прекрасный становиться его женой, чтобы через считанные месяцы овдоветь? Найдется много мужчин, которые будут рады ввести тебя в свой дом, и ты будешь счастлива всю жизнь. Нет, я полюбила, отвечала кроткая Савитре, и ничто меня не заставит сделать Сатьявана несчастной. Они совершили свадебный обряд и продолжали жить в лесу. Но время неутомимо летело, и пришел день, когда должно было исполниться предсказанное. С утра Савитре ни на шаг не оставляла своего мужа. Увидев, что он собирается в лес за кореньями и плодами, она сказала, «Я иду тоже». Долго бродили они среди деревьев, собирали упавшие плоды и выкапывая съедобные корни, пока наконец муж не сказал, «Я что-то плохо чувствую себя, прилягу-ка я». Он лег у подножия дерева и замежил глаза. И не успела Савитре опуститься рядом с ним, как увидела, что кровь отхлынула от его щек, и что около мужа уже стоит кто-то, одетый в красные одежды. Это был бог смерти Яма. Быстро и ловко извлек он душу из тела умершего. Она была похожа на маленького человечка с палец величиной, и, не говоря ни слова, отправился в путь. Савитре, понурив голову, последовала за ним. «Что ты идешь за мной, женщина?» – спросил ее спустя некоторое время Яма. «Я жена». И дала слово, что повсюду буду следовать за своим мужем, отвечала Савитре. Бог ничего не ответил и продолжал свой путь. Спустя несколько часов он снова спросил. «Знаешь ли ты, куда я направляюсь?» «Да», ответила Савитре. «Ты идешь на юг, ко входу в твое подземное царство. Но последовать туда за душой твоего мужа может только твоя душа, а для этого ты должна будешь тоже умереть». «Я знаю», отвечала Савитре. И они снова молча пошли вперед. Так шли они несколько дней. Платье Савитре разорвалось о колючие кустарники. Раны на ногах и руках кровоточили, но она молча следовала по стопам Бога. Наконец тот остановился. «Савитре», – сказал он, – «мы скоро придем». «Еще раз подумай о том, что делаешь, ведь из моего подземного царства хода нет». Тебе осталось жить всего несколько часов. «О, беспощадный», – сказала Савитре. «Ты разъединил наши тела? Позволь нашим душам остаться вместе». И тогда воскликнул ужасный Яма. «Ты тронула мое сердце, женщина! Не было случая, чтобы я отпускал попавшего в мою сеть. Но на этот раз пусть будет так!» Он вдруг исчез. А Савитре очутилась вновь в знакомом лесу, около дерева, у подножия которого на траве лежал ее муж. Едва только она опустилась на колени около него, как кровь прилила к его бледным щекам. Он раскрыл глаза и сказал, «Как долго я спал!» «Почему ты не разбудила меня? Уже вечер, в лесу просыпаются хищные звери». «Прости меня», – кротко сказала Савитре. «Ты прав. Мне надо было разбудить тебя раньше. Поспешим». Она помогла мужу подняться, и они направились домой и жили вместе много лет до глубокой старости. «Не понимаю, для чего ты рассказала мне эту сказку?» – рассердился Равана. «Ради тебя я участвовал в состязании воинов. Ради тебя я бился с ястребом. Я готов выдержать еще десятки битв, лишь бы ты была моей. Весь этот дворец, все богатства твои, я сказал». «Ты ошибаешься, злой Ракшис», – ответила царевна. «Ты думаешь, что я могу забыть Раму и польститься на твое золото? На драгоценности и жизнь в великолепном дворце я лучше умру, но не соглашусь. И еще я скажу тебе, Рама никогда не забудет меня. Он будет искать, пока не найдет. Он придет сюда и уничтожит и тебя, и твоих злых Ракшисов. С ним могучий Лакшмана, и ты падешь от их руки. Я тоже сказала». И тогда Равана вскричал. «Безумная женщина! Только любовь удерживает меня от того, чтобы пронзить тебя мечом. Даю год. Если через двенадцать месяцев ты не переменишь свое решение, ты умрешь. Не надо угрожать. Если через год Рама не вызволит меня, я и сама не захочу жить», – тихо сказала Сита. Тогда Равана приказала увезти Ситу из дворца. Рядом, еще за одной стеной, был сад, в котором цвели круглый год огненные деревья ашек. Их индийцы посвящают богам. В этот ашековый сад Ракшисе, злые служанки, отвели Ситу. Они заперлись там вместе с пленницей, чтобы ни на минуту не спускать с нее глаз. Долго брели Рама и Лакшмана через непроходимые джунгли по звериным тропам. Страдали от гноя, голода, зноя и жажды. Переплывали на плотах реки, продирались сквозь заросли деревьев и колючих кустарников. Наступила пора дождей. Рама, наблюдая, как на небо обрушивается потоки воды, говорил брату, о, Лакшмана! Только что земля, пересохшая и покрытая трещинами, ждала влаги. Она стонала, и морщины покрывали ее лик. Казалось, нет муки горша. Но теперь посмотри, добрый океан насладил землю летним дождем. Он гонит потемневшие от обилия влаги облака, и те, едва успев докатиться до подножия гор, рожаются ливнями. Земля забывает о страданиях. И месяцы, проведенные в томимом ожидании, кажутся ей мгновением. Не так ли я, страдающий без ситы, обретя ее, вновь скажу, мы не разлучались. Брат мой, отвечал Лакшмана, ты, наверное, прав, но сейчас надо торопиться, сито в руках у злого ракшаса. Так, отвечал Рама, и они вновь пускались в путь. Мокрые и усталые карабкались на холмы, поднимались на скользкие горные склоны, побеждали в пути хищных зверей. Но вот однажды они вышли к подножию горы, на вершине которой увидели нескольких обезьян. При их появлении обезьяны спрятались, и только одна продолжала стоять, не вызывая признаков страха. Идем дальше. Что нам какие-то обезьяны? Сказал Лакшмана. Солнце уже склоняется к закату. Плохо, если мы не достигнем до ночи жилья людей. В этих диких краях люди не живут, возразил ему Рама. Подождем, мне кажется, это непростые обезьяны. Видишь, одна направляется к нам. Действительно, обезьяна, которая не укрылась при виде братьев, уже спускалась с горы. Скоро она предстала перед ними. Это было рослое животное, которое уверенно стояло на двух ногах. В глазах обезьяны светились ум и отвага. На плечи был наброшен алый плащ, а в руке она держала копье. Кто ты, чудесный незнакомец? Спросил Рама. Мы люди с севера. Полгода уже бродим по земле, разыскивая похищенную царевну Ситу. Еще раз заклинаю от тебя, ответь, кто ты? Меня зовут Хануман. Я слуга Сугривы, царя обезьян, отвечал незнакомец. Это он скрывается сейчас на вершине горы. С ним его придворные. Мы все изгнанники. Нашу страну коварством захватил враг. Он рассказал о Валине. Только могучий, непобедимый воин может спасти нас. Сугрива уже дважды ходил на бой с Валином, и тот каждый раз побеждал. Рама задумался. Я был бы рад помочь, сказал он. Но Сита, моя жена. Ее похитил злой демон Равана. Сейчас мы держим путь к океану. И очень торопимся, добавил Лакшмана. О, конечно, согласился Хануман. Но у демона я слышал огромное войско. Вам без помощи тоже не обойтись. Ждите меня здесь. С этими словами он снова отправился на гору и вернулся, ведя за собой Сугриву и его придворных. Едва только царь обезьян услыхал горестную историю Ситы, он вытащил из кармана желтый лоскут. Этот кусочек ткани упал с колесницы, которая пролетала над нашей горой, сказал он. Ткань ее платья, воскликнул Рама. Значит, это пролетал Равана. Он помчался на юг. О, горе! Джатаю не ошибся! Демон увез ее на ланку. Я предлагаю тебе союз, о царь обезьян. Я вызову на бой Валина. А я помогу тебе в войне с Раваной, сказал Сугрива. И Лакшмана воскликнул. Мы вместе спасем Ситу. Долго шли Рама и Лакшмана за обезьянами, пробираясь через горы, поросшие джунглями, пока они достигли страны, из которой жестокий Валин изгнал брата. Но когда в вечернем сумраке над путниками заблестели огни столицы, а на вершине холма забелел прекрасный дворец, Хануман сказал. Останемся здесь на ночь. Но сперва надо решить, кто выйдет завтра сражаться с Валином. Я уже сказал. Это сделаю я, ответил Рама. Но Сугрива после долгого молчания проговорил. И все-таки мой долг первому выйти сражаться с ним. Я царь, и мои подданные не должны думать, что я трус. Он прав, воскликнул Лакшмана. И Рама нехотя согласился. Он прав. Но братья тут же решили, что станут в кустах близ места поединка и будут оттуда наблюдать ход боя. Всю ночь на стенах столицы обезьян горели факелы. Протяжно перекликалась стража. Ей отвечали из черного леса голоса ночных птиц и рев, вышедших на охоту тигров. Когда рассвело, Хануман подошел к городским воротам и крикнул. Жители города! Мы вернулись, чтобы освободить вас от жестокого Валина. Радуйтесь! Сугрива здесь! Он вызывает Валина на бой! Не успел замолкнуть его голос, как послышался шум. Это грохоча боевыми сандалиями и гремя мечом, к воротам спешил поднятый с постели Валин. Царь обезьян ждал его на опушке леса. Ворота распахнулись. Косматый, длиннорукий Валин, подняв меч, устремился навстречу сопернику. Они сошлись. Скрестились мечи, и снопы искр вырывались из металла. Валин думал, что и на этот раз легко одолеет брата. Но близость рамы придала силы Сугриве, и его удары с каждым разом становились все сильнее. Валин почувствовал, что устает, и решил действовать хитростью. Он притворился, что ранен, и отпустил меч. Застонал. Сугрива тоже остановился. Тогда Валин одним прыжком налетел на него и сбил с ног. Сугрива выронил оружие, а Валин захохотал, обнажил ему горло и занес острый меч. Это произошло так быстро, что братья не успели выбежать из-за кустов. Он погиб, воскликнул Лакшмана, но не успел опуститься меч Валина, как зазвенел лук рамы. Сверкнула стрела, со свистом пронзила воздух и пробила на вылет грудь Валина. Братья подбежали к соперникам, те лежали на земле. Сугрива был без чувств, а Валин уже умирал. Его глаза начали терять блеск. Последним усилием он приподнял голову. «Так вот кто убил меня!» – прошептал умирающий. «Почему ты оказался здесь, Рама? А если ты хотел моей смерти, почему не вышел на открытый бой? Почему стрелял из засады?» «Видно, такую смерть определили тебе боги!» – печально ответил Рама. «Ты сам не оставил мне времени, а здесь я по просьбе друга. Ты причинил ему зло. Тогда ты прав!» – прошептал Валин и умер. Так Рама вернул Сугриве царство и обрел могучего союзника. У царя обезьян снова оказались тысячи подданных, сильных и смелых, готовых по первому его зову идти в бой. Но прежде чем двинуть обезьянное войско на ланку, Рама решил разузнать, где спрятана сито и что за войско держит в столице Равана. Об этом он сказал Сугриве. «Нелегко будет сделать это», – ответил царь обезьян. «В океане по пути на ланку живет страшное чудовище, которому боги поручили охранять остров. Его невозможно победить в бою, но там, где беспомощна сила, успех может принести хитрость. Твое поручение, Рама, может выполнить Хануман. Знай, что его матерью была простая обезьяна, но отцом сам бог ветра. Когда Хануман родился, он подарил ему чудесное умение летать и еще научил уменьшаться и увеличивать размеры тела, подобно тому, как сам ветер увеличивает и уменьшает размеры облаков. И еще, почему нам важно перехитрить чудовище, боги определили. Если оно пропустит на ланку, хотя бы одно живое существо, оно навсегда покинет эти воды. Тогда и нам путь открыт. Я зову Ханумана». Выслушав Сугриву, Хануман сказал, «Хорошо, я проберусь в столицу Раваны, и, может быть, даже повидаю Ситу. Но как поверит она, что я прислан тобой, Рама?» Тогда Рама снял с пальца перстень, с которым не расставался никогда, и протянул его обезьяне. Хануман поклонился и вышел. В тот же день он во главе маленького отряда отправился в путь. Дорогу вела туда, где узкий мыс Камарин с трех сторон омывается океаном. В кармане плаща у Ханумана лежал перстень Рамы. Прошло несколько дней, и маленький отряд достиг берега. Там впереди, за зеленой водной пустыней, лежало государство Ракшасов. «Как же мы доплывем до острова?» – сказала одна обезьяна. «У нас нет корабля». «Даже если бы он у нас был, ракшасы бы его и потопили», – добавила другая. Но Хануман не слушал эти разговоры. Он подошел к воде, протянул руки к далекой ланке и стал расти. Он вырос, как гора, присел, могучим толчком оттолкнулся от земли и устремился вперед. Как рыжая туча мчался он по небу, рассекая облака. Розовые фламинго и белые пеликаны, завидев его, испуганно бросались в стороны. Но опасность, о которой предупреждал сугриво, уже подстерегала обезьяну. На дне пролива проснулось чудовище. У него была огромная пасть и грива, спутанная и косматая, как морские водоросли. «Кто-то летит!» – услыхав свист, подумало оно. Всплыло, выставило из воды голову, раскрыло глаза и увидело Ханумана. «Торопись, несчастный!» – прошипело чудовище, и от его шипения задрожали волны. «Я дал обет богам, что никто из стремящихся на ланку не избежит моей пасти. Готовься!» Оно уперлось головой в облако и распахнуло пасть так, что эта пасть встала на пути Ханумана, как устье пещеры. Но у Ханумана была приготовлена на этот случай хитрость. «Я готов стать твоей жертвой! Пусть свершится воля богов!» – крикнула обезьяна, и стала стремительно уменьшаться. Она уменьшилась сперва до размеров орла, потом ласточки, летела в пасть чудовища, и, облетев ее, вылетела обратно. «Не сердись, о могучий!» – крикнул Хануман. «Твоя клятва богам не нарушена! Я не миновал твоей пасти! Прощай!» И он помчался дальше, увеличиваясь в размерах, а чудовище, содрогаясь и взбивая пену, погрузилось в пучину вод, чтобы навсегда покинуть пролив. Полный сил и радости несся теперь Хануман над океаном. Вот уже и голубые вершины Ланки, желтый песчаный берег, город, белые стены, а над ними, как дневные звезды, медные копья стражников. «Никто не должен видеть, что я достиг острова», – подумал он, уменьшился до размеров кошки и, пролетев над крепостной стеной, опустился на холме, откуда хорошо была видна вся столица Раваны. Ну а что же было дальше, мы с вами узнаем завтра. На сегодня мы завершаем. Буквально через несколько минут под этим постом появится ссылка на опрос. Нам очень важно, чтобы вы ответили на те вопросы, которые там есть, для того, чтобы узнать, что мы еще можем сделать лучше для наших трансляций. Спасибо всем за внимание.